Салам алейкум до старт. Продолжаем смотреть сериал Эскорт. Ничего не будем говорить в начале. Давайте смотреть и поболтаем в конце. Годный контент. Кто бы что ни говорил. Годный контент делают. Салем и вторая полка. Вы пришли, мой господин. Да ладно. Че, блин? Серьезно, что ли? Повезло, так повезло, слушай. А ты похорошела. Прямо мне узнать. Специально это сделал, да? Как же я мог узнать-то? Хотя, честно тебе признаюсь, я рад этой встрече. Давно хотел вспомнить прошлое. Не трогай меня, ладно? Бывший. Как же так-то? Я ж плачу. Твоя мамочка говорила, что ты одна из лучших. Че, после расставания жизнь под откос пошла, да? Какого-то высокого мнения о себе. Не надо говорить мне такое, ладно? Как ты ошибаешься, сука. Сегодня я могу все. Я твой господин. Понятно сегодня? Каким извращенцем был, так и остался. Если ты сейчас уйдешь, об этом все узнают. Больной, да? Сюда иди. Сюда иди! Ты подумай вот о чем. Я знаю твою богатенькую женушку. Если ты ей хочешь, если ты обо мне хочешь что-нибудь расскажешь, она тоже все узнает, понятно? Или ты думаешь, она станет терпеть нищеброда вроде тебя? А у тебя нет показателей. Кому он поверит, а? Жениху или Шаламе? Подумай. До завтра время, да? Заси. Новый персонаж. Все не так у этой Сары. Ну что, все нормально? В этот вечер такой кипиш был. Да пофиг, никто не лезет. А? Ну что, тёлк-то купил? Хуй его. Никто не сознается. А? А что ты этот Шаламу вызвал? Своих тёлок не хватает, что ли? Такая разница. Вызвал и вызвал. Наш детектив поймал наживку. Здесь где самый, покажи ему дом. Почему я? У тебя есть другие предложения? Нет. Во время разговора дай понять, что это дом отца. Потом отшей. Понятно. Понятно, как узнали о доме. Я приехал к одному из домов, рядом с которым было найдено тело Айнуры. Мне дали наводку, что, возможно, именно здесь было совершено убийство. Но почему-то этот дом не фигурирует в материалах дела. Буду выяснять почему. Наживка, всё. А ты уверен? Нет. Но мне кажется, стоит проверить. Просто если это тот самый дом, это может быть опасно. Это что опасно? Мы пришли просто посмотреть дом. Слушай, знаешь, мне кажется, Айнура бы не хотела, чтобы ты так... Знаешь, мне кажется, мы не знаем, чего хотела бы моя сестрёнка. Прости, я не... Алло. Здравствуйте. А мы по поводу дома. Да, приехал возле воровства. Всё. Хорошо. Зачем она... Угу. Ты максимально его отвлекаешь, а я... Вот так, всё. Да. Очень красивый дом. Малыш, что скажешь? Да, дом красивый. Построен дорого. Да, кстати... А почему такая цена низкая? Ну, не знаю. Это дом отца. Он и выставил цену. Красненько. Можно осмотрюсь? Давай. Дорогая, ты же вроде что захотела спросить. Как у вас с канализацией? Всё в порядке. Соседи хорошие? Да, нормальные. Угу. 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 Я тут недавно по новостям видел. В этом районе нашли тело девушки. Вы за это не в курсе? Меня не в курсе. А папа? Не знаю. Я с ним плохо общаюсь. В этом доме в основном он здесь. Если хотите об этом узнать, позвоните ему. Да, я думаю, нет надобности. Он был в ту ночь в этом доме? Вы ведь приехали не для того, чтобы купить дом, да? Мы приехали как раз таки без... Вы журналисты? Слушай, зачем ты спросила это? Прости, я... Всё. Спасибо за помощь. Я не хочу... Поехали. Прости. Поехали. Поехали. Опа. Да. Привет. Я тут случайно твоего братишку встретил. Вот, решили тебе позвонить. Отдыхаем, у нас всё нормально. Мы можем поговорить о ней или нет? Давай. Сейчас. Ну, чё? Подумала над моим предложением. Это разве предложение? Это шантаж. Это твоя работа. Тем более, за неё плачу. У тебя какая-то работа, это же кайф. Я ещё не рассказал твоей мамочке. Или мамочкам. У тебя же в две, да? Скажи тебе, что в баках знает Катлина. Когда все узнают, чем ты занимаешься. И после чего-то ломаешься. Это же кайф. Тебе непонятно, аморальный урод. А с чем тебе это надо? Так. Спортивный интерес. Тебе не понять. Короче. Жду тебя через два часа в том, что нам есть, поняла? Надеюсь, до этого времени тебя собьёт машина. А что, у вас в заведении курят, что ли? Нет. Почти что задержалась. Как дела? Я взяла с братом Айнура по расследованию. Это тот загадочный парень? Угу. Он самый. Понятно. Дан, тут такое дело. Деньги нужны? Нет. Я не знаю, зачем я тебе это рассказываю. У меня тут реальные проблемы. Я уверена, что ты мне поможешь. На самом деле мне и рассказать некому. Что случилось? Ну, говори уже! Я не работаю в банке. Ну, так поворот. Дай угадаю. Ты секретный агент разведки, который... Гонишь? Еще раз. Девушка Павла взяла. Элитная проститутка. Да ты гонишь. Если бы. Ну, ты же знаешь всю эту историю с моим отцом, долгами и... Подожди. Можно виски? Два. Да. Ну, пиздец. У меня столько вопросов. А сколько ты зарабатываешь? Так вот у тебя откуда такие дорогие шмотки. Блин. А у тебя было сразу? Допустим, было. Офигеть. Это круто. Я всегда хотела, чтобы у тебя не об этом. Да. Ты эскортница. Жесть. Подруга. Энсар случился. Чего? Энсар? Угу. Три часа звоню, она не берет руку. Неужели я ее чем-то обидел? Я думаю, ей было неприятно видеть ваш жена. А меня есть другим мужиком. Ну, как бы это ее работа. Вот бандон. Еще тот. Слушай, ты же говорила, что ты вроде элитная. Ну да. И клиенты у тебя непростые. Есть один. Он постоянник. Вроде как любит меня. А может, мама на что-то другое обиделась? В любом случае, я не сделал ничего такого. Ты узнал о нашей доме? Да. Динара Маратовна выставила его на продажу. Неужели он о чем-то договывается? Ладно, поехали. Ну, нет. Я недавно кое-что узнала. Я... Нет, я не хочу с ним разговаривать. Ну так попроси о помощи и не общайся. Нет, Дан, это не вариант. Сар, если есть возможность юзать мужиков, юзай их. Да, ты права. Звони. И сделай вид, что плачешь. Алло, Жан? Жан, у меня тут проблемы. В общем, мой бывший парень заказал мне через колему. Пришла. Ну, разве можно отказать такому красавцу? Что? Да, это я. А вы кто? Паш, а я их не показали. Ну, папочка. За папу. За Кешу. За Диля. На. Иди ты в шопу. За Мухтара. За Аймура. За Аймура. Ну, с Колемой будут проблемы, наверное. Какой ты, ну, урод. Алло. Говори. Кто это у нас? Сара, это, прости меня, пожалуйста, я больше никогда не появлюсь в твоей жизни. Нравится, когда унижают? Кто теперь ручей, господин? Прости меня, пожалуйста. Это тебе за два года мучений. Хочешь я твоей жене, женевесте, это сейчас отправлю видео? Куда ты отправишь, сука? Дурак какой-то вообще. Мухтарчик. Мухтарчик. Все хорошо, все должно быть. Жан, спасибо тебе огромное. Ну, кстати, да, поговорить нужно. Ну, и с чего такая пенка? Угадай. Да я не знал, что ты такая жестокая. Ну, что, ты, видимо, плохо меня не знаешь. Ухтар, скажи честно, что случилось в твоем доме? Что там произошло? Ты о чем? В твоем доме убили мою подругу. Сара, ты пеной? Я слышала, как ты выходил из номера в ту ночь. Всю ночь я был с тобой до утра. Ты врешь, Мухтар! Что за игру у нас там? М? Что ты скрываешь? Неужели ты думаешь, что можно купить все, даже чью-то жизнь? Успокойся. Я всю ночь был с тобой. Я не понимаю, откуда такие мысли. Ты не понимаешь, что она умерла из-за меня. Ведь я же должна была быть на ее месте. Знаешь, моментами мне кажется, что я проживаю ее жизнь. Все, что должно было случиться, уже случилось. Ей просто не повезло. А ты счастливица. Я тебя люблю. Да. Счастливица. А что это мы здесь загораем? Теперь я хочу уйти. Так. Новый поворот в деле. Классно. Интересно становится. Интересно. Но давайте по серии. Изначально. Я думал, на троих. Все трое мимо. Это оказывается бывший. Бывший. Мне кажется, он появился только на одну серию. Ну, по сути, как будто бы он вообще больше нам не понадобится и никак не поможет. И вообще его просто так, как будто ввели, ну, дабы заинтриговать и просто хоть, ну, как-то разбавить от основного сюжета. Основной сюжетной линии. Потому что вот он появился и в конце уже говорит, я больше не появлюсь в твоей жизни. Все может быть, конечно, но как будто бы он вообще больше не нужен. Ну, по сути, что? Это чувак, который вызывает эскортницу, у которого жена вроде и просто бывший. Возможно, конечно, он как-то еще где-то появится, но я не думаю. Вот. Разговор двух друзей по поводу всего этого дела. И этот сынок говорит то, что фиг знает, кто ее грохнул. В этот момент мне показалось, что это он сам. Не знаю, как вам, но я подумал, если никто не сознается в этом. Ну, кто еще, блин, сознается? Конечно, на самом деле, может быть, кто-то врет из друзей, но вряд ли. Тут кто-то из персонажей, типа, и это возможно. Сын. Либо уже еще и отец. Что вряд ли. Как по мне. Не знаю. Короче, по наводке они пришли в этот дом, начали осматривать. Это было забавно, потому что те-то двое уже знакомые, виделись они на ужине. И он же, по сути, знает, что, ну... Он просто, конечно, играл в игру. Но он бы мог ее спалить, но не стал палить. Но он, короче, делал то, что говорил у мамы, в принципе, сказать то, что это дом отца. И так далее. И тут... Неплохо... То есть, плохо сыграла своими вопросами Сара. То есть, спросила лишнего. Что тот в итоге подумал... Что тот в итоге подумал, что это журналисты. Вот. Так. Ансар у нас зависал с братом. Как бы доставал всю эту девчонку. И ей надо как-то решить эту проблему. И на помощь приходит подруга с советом. Подруга, конечно, забавная, кучу вопросов задавал. Ну, как подруга. Ну, и, собственно, единственный вариант это был как раз-таки Мухтар. Тут вот вставка, ну, сцены с ним возле машины, когда они там обсуждали, в чем дело, оправдана тем, что... Да и там, наверное, тоже было оправдано. Короче, тем, что в итоге к нему по диалогу мы все равно подобрались. А там такого не было. Вроде. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я. Надеюсь. Короче, здесь все нормально. Параллель есть. И в итоге вопрос с Сансаром решен. Это бухает. Короче, самое интересное здесь... Не то, что там он звонил, это все забавно. Самое интересное это встреча с Мухтаром. И ее слова о том, то, что... что ты скрываешь? Неужели ты думаешь, что можно купить все, даже чью-то жизнь? Успокойся. Ушли бы с тобой. Я слышал, как ты выходил из номера. Я слышал, как ты выходил из номера. Ушли бы с тобой. Тут музыка такая еще. Да-да-да, окей. Блин, специально, короче, нам это дали, чтобы мы думали на Мухтара. Короче, круто. нам где-то ближе к концу все узелки начнут развязываться, ну, распутываться вся эта история и будет интересно вообще, мне кажется, на протяжении всего сезона. Куда он выходил, кто убил в итоге. Ну, если так подумать, типа он вышел, поехал к дому, убил. Зачем? Мотивов еще нету. У жены и сына мотив есть, по сути, как мне кажется. Ну, типа, избавиться от всех тех, с кем он спал. Ну, вот, потому что они же знают. Типа, там, сын тогда спрашивал, это что-то, это, походу, та самая. Потому что, ну, они прям вычисляли, искали. У него уже много их было. Короче, мне кажется, они от всех так избавлялись. Блин, жесткие типы вообще. Ну, и этот что-то скрывает. Реально, что-то, что-то вот он тоже как-то замешан во всем. Ладно, окей. Четвертая серия тоже неплохая. Будем ждать пятую. Пятой, по-моему, нету еще, да? Да, ну, пятая на ютюбе, а я там не смотрю. Уж извините. Но такие у меня правила. Смотрим только, когда выходит на ютюб. Я все сказал. Как вам серия, как вам реакция? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Check it out.